Страница 345, второй абзац снизу. И вошла она в нашу жизнь и восстанавливается хаос, видимо. Там больше ничего не написано? Нет, только это. Как это понимать? Я вообще про любовь спрашивала? Не знаю. Теперь я задаю вопрос, а ты мне читаешь. И представь, я сижу, вся такая красивая, в вечернем платье, а он пришел ко мне на свидание в стрёмных трениках и какой-то жуткой рубашке. Представляю, да уж. Если у парня это чувство стиля, это беда. Да и не только у парня. Привет. А вы чего такие веселые? Вы над нами смеетесь? Нет. Что вы. Как ты могла такое подумать? Тогда и нам расскажите, что вас так развеселило. Посмеемся все вместе. Хи-хи-хи. Ты не поймешь, Машуль. Пойдем, уйдем. Уверена, что они смеялись над нами. Почему ты так думаешь? Маша не будет этого делать. Она же наша лучшая подруга. А Василиса ее сестра. Двоюродная. А это почти как... Седьмая вода на киселе. Лучшие друзья ближе. Ой, не нравится мне, как она на нас смотрела. В буфет? Да нет. А зачем мы тогда от девочек ушли? Пойдем к ним, я тебя с ними поближе познакомлю. Я не хочу с девочками знакомиться. Хочу с мальчиками. Ну, в этом тебе не повезло. У нас в школе с мальчиками не очень. Ты мне сейчас за все ответишь. И твои родители тоже. Я случайно, Ирина Анатольевна. Случайно? Случайно попал палкой в мою машинку любимую? Ты-то из меня дурочку не делай. Я вообще-то целился в змею. Ах ты паршиец. Еще хватает наглости обзывать учителя. Не ругайте его, пожалуйста. Там действительно была змея. И когда я ее увидела, очень сильно испугалась. Но, Маш, подожди. Я встретила здесь Кирилла, и он решил прогнать ее. Спасибо тебе, Кирилл. Да, все именно так и было. Видите, Ирина Анатольевна, иногда нужно верить людям. На территории школы змеи? Нужно срочно позвонить и вызвать этих... Ну, как их? Ну, те, кто их ловит. Василиса, и что это было только что? Это была помощь другу. Спасибо тебе, Василиса. Я твой должник. Обращайся. Ну и зачем? Зачем ты его прикрыла перед Анакондовной? Кирилл довольно часто совершает странные поступки. Ну, во-первых, теперь он мой должник. А во-вторых, он хорошо целуется. Да-да. Если можно, поскорее приезжайте и поймайте ее. Здесь дети. Да. Ужас. А если бы она меня укусила, когда я выходила из машины? Не переживайте вы так. Я думаю, она давно уползла. Да-да. Василиса, пойдем со мной. Я расскажу тебе, как у нас в школе приветствуют гениев. Посмотри, как много у нее фоток с парнями. Еще парни разные. А Василиса ушла? И даже пока она мне сказала? Ну да, много чести. Только посмеяться можно. Соня, ты чего? Никто над вами не смеялся. Вот видишь, Соня, я же говорила, что Маша не такая. Зато Василиса такая. Василиса? Кто сказал Василиса? Где Василиса? И ты туда же. Когда ты успел-то? А что не так? Она прикольная. Соня, попробуй с ней подружиться. Тебе понравится? Ну уж нет. Федьма, вот о чем я хотела сказать книга. Ребята, хочу вам представить новую ученицу в нашем классе. Василиса. Хотя, я думаю, вы уже все ее знаете. Василиса, проходи, присаживайся. Все выполнили домашнее задание? Василиса, учти, что даже пробный день в нашей школе не повод для поплажек. С тебя мы и начнем проверять домашнее задание. Алло, да. Вы подъехали? Иду. Отлично. Пока змея будет ловить змею, урок закончится. А о чем это ты? Какая змея? Это ты у Кирилла спроси. Какую анаконду он палку бросал? Да достала она со своими домашками. Бесит. А ты дерзкий. Мне нравятся такие. Судя по твоему аккаунту, тебе все нравятся. Любые. Не завидуй. Лучше учись, пока я жива. А то так и будет. Так это можно быстро исправить. И учиться больше некого будет. Соня. Это вообще-то моя сестра. Только попробуй, Тоня, я... Ну давай, давай, продолжай. Соня, успокойся. Вот именно, успокойся. Что ты агрессивная такая? Послушай лучше свою подругу и не лезь к нам. Вы же и мои друзья. Или вы теперь на ее стороне? Соня, подожди. Василиса, пусть мы и сестры, но тебе здесь учиться. Мы все лучшие друзья. Ой-ой-ой, подумаешь. И вообще я никого не трогала. Я свидетель. Василиса не виновата. Нет, не показалось. Там точно была змея. Вы что? Вы хотите сказать, что у меня галлюцинации? Да как вы смеете? Можно что-то делать. Ждите здесь. А-а-а-а! Там змея! Я открыла окно, она чуть не заползла. Помогите! Слышали? Хотите сказать, у нас тут у всех галлюцинации? Наивная. Ну, поищи саму себя. Зато вам урока не будет. Ты слышала? Она нагло обманывает на Кондовну. Ты долгаешь все рассказать или нет, то ли вне? А вот окна показалась. Сразу двоим? Ксюша, не будь такой наивной. Ну, не знаю. Она мне показалась очень милой. Пойдем к ним. Кроме тебя меня никто не зовет. Вот это друзья. Пойдем. Они тебе не враги. Василиса, давай договоримся. Мы не срываем уроки. Не будь занудой. Так же веселее. А где Елена Анатольевна? Бегает. Ищет себе подобную. Вы бы видели, как Василиса все обставила. Так правдоподобно. Ну, для такой глупости много ума не нужно. Что ты сказала? Что для этого много ума не нужно. А ты не только глупая, но и... Соня, остановись. Да, остановись. Я не разрешу тебе говорить плохо о ней. Это я ваша подруга, а не она. А вы готовы от меня отказаться из-за... Этой? Никто от тебя не отказывается. Да, если бы не я, то вы бы сейчас сидели и мучились на этом нудном уроке. Что? Нудный урок? Ирина Анатольевна, вы не так поняли. Это совсем не то, что... Я как ненормальная. Бегаю по всей территории школьной. Пытаюсь всех спасти. Да, я... А нет никакой змеи. Это Василиса все придумала. Придумала? Да как ты посмела. Я иду к директору. Это не я. Это Кирилл. Все к директору. Быстро. Сейчас там разберемся, кто виноват. Елена Юрьевна. Вот. Я сказала быстро. Елена Юрьевна, миленькая. Я вас очень хорошо. Субтитры подогнал «Симон»!